Здравствуйте! Как на путь? Медали не возвращаетесь? Вы помните то, что я сказал много-много лет назад. Сейчас, конечно, я бы, наверное, уже этого не произнес. Но, тем не менее, задача у нас одна – быть везде первыми. Как это получится и как это трудно, я это знаю. Вы решили, где и как будете смотреть чем-то от мира? Да, мы решили. Мы будем смотреть в одном заведении. Я его не хочу популяризировать перед телевидением, без телевидения, я так скажу. У нас уже есть список ведущих специалистов по гонболу. Каждый будет сидеть с тетрадкой, с карандашом и записывать те замечания и пожелания, которые бы хотел передать тренерскому штабу и команде. Будут приглашены руководители трех ведущих клубов. Будет наш уважаемый штаб Петрович Миронович, ас нашего гонбола. Будут наши спонсоры, будет много тех людей, которые приложили свою руку, чтобы наша команда оказалась в Испании. И мы с Шевцовым договорились, что все эти замечания, это, конечно, не обязаловка для него, но иногда говоришь, что снизу подсказки, они имеют свое значение. Мы ему будем регулярно после каждой игры направлять туда. Сегодня гонбол среди всех видов спорта, особенно игровых, он пользуется, вообще его особое место, он пользуется особой любовью со стороны болельщиков нашего населения. Хотя, может, на футбол, хоккей больше людей ходят, но никто так и никакие клубы, никакие виды спорта с такой степлотой никогда, в общем-то, не окружены со стороны болельщиков. Средств массовой информации сегодня, как гонболисты, это точно. Я вот специально посмотрел все сайты, все форумы, и с друзьями, знакомыми общался. В общем, как любят вас, не любят ни одну сборную вообще нашей страны сегодня. Не так давно Максим Мирный признался, что белорусские футболисты проиграли и фанцами чемпионов мира, и только потому, что чемпионат, что игра проходила в Минске. Мы были настолько гостеприимны, что проиграли 0-4. То, что чемпионат мира по гонболу проходит не в Беларуси, это хорошо? Ну, если честно, мне бы хотелось принять и в Беларуси. Было бы очень, наверное, хорошо для популяции нашего вида спорта. А из-за того, что испанцы очень сильные играют в футбол, я думаю, это не влияет на каком поле они выиграют всех подряд. И на немецком, и на белорусском, и на испанском. Они везде выиграют. Чтобы это было с испанской стороны, если мы с ними встретимся, с испанцами, чтобы у нас и жил там был положитель, а не у них. Ну, может, закономерность будет, как бы тут выиграли испанцы, может быть, мы выиграем там. Ну, если с ними встретимся, конечно. То, что не в Беларуси, это хорошо. Не будем мы гостеприимными в Испании. Ну, конечно. Мальчик кричит, нельзя, двое на одного. Он ведь знает, что только так и будет. Юрий Шевцов вчера на пресс-конференции сказал, что рассчитывает, что соперники в защите будут персонально вас опекать. Вы же знаете, что так будет и что делать. Ну, привет Гомесу. Я надеюсь... Не надеюсь, мне, конечно, очень бы сильно этого не хотело, потому что лично это очень сильно не люблю, потому что получаешься отрезанным от команды, наглядаешься от стороны, ничего толком сделать не можешь. Вот. Но, тем не менее, мы такие варианты нарабатывали, как от этого избавляться или в каком плане я могу помочь команде. Поэтому подготовлены, будем тогда играть по-другому, чем если не буду играть персонально. Ну, я со своей стороны надеюсь, что все-таки будет возможность найти больше команды. Опять Гомесу? Нет, Сальвадор Дали. А, этого знаю. В шесть лет я хотел быть Колумбом, всем Наполеоном. А потом мои притязания постоянно росли. Чего теперь хочет самый дорогой гонболист мира, игрок Барселоны? Колумбом мне никогда не хотелось быть. Ну, теперь хочется, наверное, вернуть или показать, доказать, что у нас все-таки хорошая сборная. И очень мне хочется успехов на поприще именно национальной сборной. Может быть, в силу своего возраста не дождусь каких-то больших и громких побед, но я считаю, что вот такие шаги, как сейчас даже уже само попадание на чемпионат мира для нашей команды – это успех. И если не доживу как спортсмен до тех времен, когда все-таки сборная будет претендовать на медали и бороться за них, то как минимум быть в числе тех, кто приложил к этому руку. Ну, а если вкратце, то, конечно, хочется успехов со сборной. С каким испанским национальным блюдом сборная будет пить Херес или Херес, вам, наверное, лучше известно, после выхода из группы? Ну, если мы выйдем из группы, то мы точно пить не будем, потому что там соперники будут еще тяжелее. Вот, поэтому, ну, а блюд там хватает, я думаю, нам как… мы туда все-таки едем не отдыхать, вот, поэтому нужны будут калории мяса, макароны, как обычно. Серега Рутенко, да и я сам в Барселоне тоже был много раз, скажем так, и он мне говорил, что, ну, мало там красивых девчонок, очень мало, да, и могу подтвердить его слова, сколько раз был, ни разу не увидел ни одной красивой, так что с этим трудностей не будет. Будем играть на полную отдачу, с сердцем и отдадим все силы на площадке. Спасибо. Всего хорошего. Что там кто сказал, я ж не слышал. Художник – это человек, который пишет то, что можно продать, а хороший художник – это продает то, что пишет. Как будет играть сборная в Испании? Надо говорить, что мы художники или хорошие художники, а? Давай будем играть как писатели, мы будем писатели, слава богу, чтобы поменять чуть-чуть. Все, нормально? Спасибо. 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 Спасибо.